Субтитры сделал DimaTorzok Как вам такое? При прохождении паспортного контроля автоматом выдают симки на 5 гигов. Бесплатно. Вообще класс. На нормальный номер. Я уже помылся. Вид тоже хороший. Там вот даже видно залив. Я сейчас посплю. Оксана тоже поспит. И будет лучше. Потом пойдем гулять. Ну вот так. Такой вот Дубаюшка у нас. Неожиданный. Мы нашли какой-то выход. Сочные вещи. Такого ракурса на парус походу еще ни у кого не было. Походу это японец или японка. В Эмирате Дубай. Здесь же запрещен алкоголь. Да. Ты его можешь купить. Да. В баре там или еще где-то. Но вот основная часть людей, которые сейчас трафик создают, это мусульмане. И для них это вообще закрытый вопрос. Закрытая тема. Я говорю, прикинь, они все на трезвяках. Вот они сегодня домой приедут. Они будут мыться, молиться, думать о будущем, планировать что-то, разговаривать. Как-то вот ритуалы какие-то исполнять там и так далее. Ну это мы так думаем. Как на самом деле. Это мы так думаем. Как на самом деле фиг его знает. Учитывая то, что я сейчас шел вот через эту мини-пустыню, чувак просто подъехал на джипе, вышел, постелил себе ковер, сел в направлении мечети, там что-то начал кушать, готовиться к тому, чтобы помолиться. Помогает ли это такая строгая дисциплина и отношение к своему чистоте разума создавать вот такие цивилизации, такие города, страны? Я думаю, да. Лениха, привет. Как твои дела? Как тебя тут кормят? Как ты тут развлекаешься? Есть ли у тебя вопросы ко мне? Неплохо. А я пытаюсь настроить интернет. Ребята, мы встретили фиг, наконец. Класс, и что, где? Супер. В общем, я пытаюсь пополнить интернет на симку, которую выдали в аэропорту, чтобы у меня не только один гиг был, а больше. Моя карта UnionPay не подходит, не принимает система, хотя я расплачивался в кафе и все такое. Fluid свою карточку подключает, я ей даю кэш, и она сейчас говорит, что все окей, все окей, ждем. Короче, видео для Ютуба, вот энергия говорит, что потратила 4 мульта на Cartier, на Louis Vuitton и так далее. Еще золотой есть рынок здесь, который меня провели просто на второй день. Все камни сверкают, и меня сороку запустили туда. И меня повел. Так, я хочу вот это. Купила себе прикольное ожерелье. Версачи. Версачи маме браслет купила, красивый, на низке. Ты мне скажи, где ты бабки взяла? На Валдерисе заработала. Нет, сначала ты сказала на карте, у тебя есть. А, ну да, у меня есть такая... А, я сначала взяла 36 тысяч долларов, и там еще евро, рубли были, думаю, так, короче, так вот, а потом мне этого не хватило. Мне на эту карту, пожалуйста, сегодня столько, завтра столько, послезавтра столько. Пригод. Я, по-моему, в хорошей компании нахожусь. На моем месте многие хотели бы оказаться. В Дубае в Софитах отел тут, блин, крутая движуха получается, зерновая. Приятно слышать русские слова, касающиеся, ну что там, 500 тонн, 1000 тонн и все такое. Класс. Короче, у меня будет переводчик, вот это здесь уже отдыхает, вот по полной. Просто тут сотни наших русскоговорящих ребят, и все зерновики по моей. Ну и ответы на свои вопросы. Может быть, даже найду кого-то из партнеров. Вот так. Работаем. Слышно меня, да? Добрый день, уважаемые коллеги. Я рад приветствовать, желаю вам профессионального диалога. И, конечно же, как результат, закрепление и увеличение нашей доли и нашей позиции на мировом рынке зерна. Всем удачной работы. У нас закончилась первая сессия Грейнфорум, где я встретил нескольких уже своих старых друзей зерновых из разных регионов. Также у нас присутствует заместитель сельского хозяйства Российской Федерации Сергей Левин, представитель Союза экспортеров России. И Эдмон Петит из Международной ассоциации зерновой, он глава этой ассоциации. Также присутствует, по-моему, министр сельского хозяйства Саудовской Аравии или замминистра. В общем, очень серьезные спикеры. Обсуждаем санкции, обсуждаем вопросы развития отношений между странами. В общем, это совсем другой левел. Прям просто удивительно. У меня мозги так немножко шевелятся уже в сторону, как можно двигаться, куда можно двигаться, какое выбирать направление в моей нише и так далее. И, соответственно, у меня мысли такие возникли по поводу предложения для аудитории. Я их озвучу позже. Я полагаю, что у меня есть возможность помочь начинающим предпринимателям, оптовым зерновикам, кто хочет в эту тему проникнуть, изучить и начать зарабатывать деньги. Я подготовлю какую-то информацию и дам знать, чего и как можно будет сделать. Вот так. Желаю всем крутого дня. Поэтому я считаю, что в принципе в Эмиратах нужно выбрать место, где сделать такую конференцию. Значит, вон троговле Швейцарии будет там конца. Идем домой. Идем домой. Пять лет назад я жил где-то вот в этих зданиях в хостеле за 16 долларов за ночь. Там в комнате 8 человек нас жило, парней все говорят на незнакомом мне языке и так далее. А я горелый. Я знал, что у меня должно получиться. Я приехал в Дубай с образцами, встречался с людьми с какими-то. В общем, пытался как-то вот на рынок, на этот выйти, начать работать, быть предпринимателем. Сейчас вот спустя 5 лет я сижу в кафе, это одно из дорогих кафе здесь, в этом районе. Спокойно расплачиваю за девчонок, даже не задумываясь о сумме чека и так далее. Потому что это не важно. Это действительно сейчас мелочи для меня. Я потрясающе себя чувствую и понимаю, что я очень благодарен себе, прошлому. Вот я прошлый просто-просто, ты красавчик, блин. Ты сделал для меня столько много. Чувак, просто тебе респект. И я сейчас здесь, благодаря тебе, и вся моя жизнь вот такая интересная сейчас. И вот вопрос. Сегодня я могу что-то сделать для себя, будущего? И как я кайфану в будущем, если я что-то сделаю сейчас? Удивительно, да? Энергетическая женщина привела нас вот сюда. В общем, девчонки меня ведут в кафе. Говорят, мы тебя в кафе приведем, а ты плати за всех. А я говорю, я с удовольствием, ведь у меня есть UnionPay. И, кстати, карточка UnionPay, которая в русском стандарте выдается, она работала у Алиски в Корее. Она у нас работает в Дубае, мы расплачиваемся в такси, в магазине, в кафе. В общем, без проблем. Поэтому вот так. А что ж, мы вот сегодня опять приехали в то место, в кафе, в котором были вчера вечером. И надеемся, что мы сможем там тусить уже на пляже, и, может быть, даже кто-то согласится купаться. Но это не точно. И, может быть, мы с вами не можем там тусить. И, может быть, мы с вами не можем там тусить. И, может быть, мы с вами не можем там тусить. И, может быть, мы с вами не можем там тусить. И, может быть, мы с вами не можем там тусить. И, может быть, мы 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 можем там тусить. это дорадо это там чикен бэйби и все такое ну вы опять меня ставите в такое положение что я один с такими крошками привет идем кока-кола арена ребята мы на такое мероприятие сейчас попадаем смотри со своей подругой нас все больше и больше и короче мы вот размножаемся уже кто откуда привет тебя как зовут очень приятная сергей ты откуда ой супер класс это ребята из инзибара вообще но они похожи нас эти бар здесь короче везде русские чуваки но вид офигенный на атлантис а вон там ресторан березка там орет все вообще ни хрена не слышно это пальма дубай только русские нахрен представление монтаны все такое это отель атлантис прямо на пальме а вот что касается ресторана березка в который мы хотели попасть типа супер самый дорогой рестик и все такое и почему и туда пришли там одни русские вот ну как бы все русские официанты вообще все русские и ценники там но мы видели его какого-то блогера что там ценник на новый год был счет 600 тысяч дырхам это 12 миллионов рублей я конечно офигел но там невозможно сидеть громкая музыка и я не увидел там ничего сверхъестественного кроме молодежи у которых лица ноги как будто у них там по миллиарду на кармане не знаю может это дети там министров и так далее вот но и взрослое поколение также присутствовало и лица тоже такие ну блин короче это ребята такие боги-боги повелители мира а мы только вот вышли и у нас сразу такое представление короче местные вот сидят в таких кафешках в простых абсолютно ну вот прям ну реально простенькие кафешки но с классным видом на фонтаны и так далее а русские тусуются вон там наверху в башне блин так ладно арсен рассказывает про зензибар да меня зовут арсен и мы встретились с коллегой пообщаться посидеть прекрасно месте и вот я рассказываю о том что он на зензибаре очень прикольное сапари там если вы и тигры собаки кошки на зензибаре нет сапари ну рядом с танзами да рядом рядом с зензибаром есть танзания надо туда лететь либо очень долго плыть и вон там есть сапари там можно с альвами их увидеть трогать и смотреть есть адекватные львы есть адекватные и шарафы кошки и собаки в общем все интересные виды и животных там есть вот так шестой посетитель за лео спасибо вы что-то вы хотите добавить ну например где находится за зензибар а как тебя зовут настя очень приятно наста расскажи пожалуйста про за зензибар где он находится ну вот нарисуй прям руками нам чтобы было понятно так находится она против него на материке уже находится танзания клёво спасибо спасибо ребята и куда вы дальше летите прилетели в дубай сейчас зензибаром давай полетим москву и обратно работать заниматься в москве работой до клёво молодцы классное путешествие спасибо не только детям главное чтоб деньги были деньги нужно всем ребята это просто какое-то чудо блин прикиньте мне оксиджит задарила феру блин охренеть дорогие друзья вот это жизнь вот это я называю жизнь мечты я заряжен по полной вон у меня девушки это завтраками так солнце печет просто невероятные уже красный но я намазался все классно дорогие мальчишки парни мужчины отцы деды прадеды поздравляю вас с 23 февраля желаю вам прекрасного настроения отличного здоровья крутых результатов в ваших делах потрясающих людей в вокруг вас классной атмосферы дома теплой и успешных проектов то что вы задумывали чтобы у вас всегда это получалось девчонки также присоединяются бурж халифа присоединяется к вам поздравляем всех мужчин с 21 февраля чтобы мы бы женщины без вас делали без наших защитников без нашего плеча на который мы всегда можем положиться знаю что вы у нас есть и нам жить проще с праздником друзья невозможно это самые тонкие часы в мире сделаны из титана вы посмотрите как они выглядят как будто они такой моно монохром но на самом деле они автоматически механика что почем почем дорогой миллион двести очень хорошая цена и можно купить их прям час а в ролик все нужно ждать неизвестно берем ух ты примерочный шопинг это что-то я померил булгари кольца я померил сейчас эти часы у меня в кармане лежат ключи от феррари и я иду еще говорю позже мой у нас еще и феррари это блин на нем съехать надо и я просто настолько уже прям апгрейд внутри происходит ребята примерочный шопинг это необходимое упражнение для тех кто вообще хочет на другой уровень перейти это обязательно вы хотите сразу колечко да сделайте упаковочку нет вы хотите тебе подходит эта машина по цвету на кучу идеальна ребята передаю вам просто пламенный привет это жизнь мечты какая-то просто за пять минут мы освоили новый уровень и уже к нему привыкли это нормально быть богатым я позволяю себе быть богатым мы богатые мы здоровы мы счастливы мы успешны в общем эти многочисленные дубли с умным лицом там примерочный шопинг и так далее скажу простым языком немножко даже смягчить я чувствую себя а это просто неповторимо и я чувствую себя счастливым живым человеком это блин просто класс невероятно спасибо спасибо девчонки вам за поздравление киса спасибо тебе большое за аферу и это покупка этого кортье кольца там я планировал там кортье вот мы купим там все где там подешевле вообще чушь полная пришел купил и просто сейчас получаю офигенное удовлетворение от жизни от себя от своих возможностей от своего будущего это вторая девочка это вторая девочка ой столяга кляшка ой 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 в Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok ДимаTorzok 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 Как я соскучился по пустынке, Кис, пустынка, это не Дубай, мол, тебе с Картье, кстати, как там в Картье поживало? Ну, прекрасно поживало. А, мне тоже очень нравится, красота. А вот мы ехали-ехали и такие, хопа, черные лебеди. Вот мы сейчас здесь, это так выглядит с высоты, Love Lake, в форме сердца. Класс, молодцы ребята, что нас сюда позвали. Мы не можем, мы останавливаемся постоянно, потому что, вот, пожалуйста, розовый фламинго. И это, ребята, не зоопарк, это просто открытая территория, куда все могут приезжать и вот таким наслаждаться видом. Ну, ладно, а нас ждут ребята, мы, блин, все тут динами, мы останавливаемся. Знакомое лицо. Здравствуйте, а как библиотеку проехать? Как там это? Ксюха! Типа рекордный январь по, это, пасмурности было. Ну, ладно, мы тут о хорошем говорим. Взял два пауэрманка сегодня. Блин. Не вкусно? Бавария, нулевка. Он с гранатом? Угу. Нулевки, этот, пьяным можно стать? Неа. Хотя один мой одноклассник давным-давно сказал, что они с отцом выпили ящик Кока-Колы, им ставило по шарам. А потом он рассказал, что они взяли видеокассету, посмотрели один фильм, вынули, перевернули и посмотрели второй фильм. Ну, это значит, что, помнишь, аудиокассеты были одна сторона и вторая сторона. Вот. И он нам сказал, что то же самое в видео, в видике. Он просто соврал. У него не было видика. И он не знал, как это работает, и думал, что это так же. И мы его раскусили, что он брешет. Вау, похож на феру. Или на ламбу. Я купил кормовые бананы. У них вкус, как у редьки с картошкой. Класс. Ну, точнее, это отвратительно, но это прикольно. И вот удивительно, у ребят тут прям высыпана зерносмесь. И черный лебедь, пожалуйста, пришел кушать. Вот, я его пытаюсь платанно накормить. Видите, он стоит в метре от меня. Привет, дорогой, держи. Рыба кишела прям. Да вон, да вон, смотри, кормлю. Ребята, но находиться посередине пустыни, вот в таком оазисе, это вообще особый кайф. Уже темнеет, немножко прохладненько, так, ну, короче, не жарко, как днем. И я просто, блин, кайфую, офигенно. Объясняю систему Лехе, как он тут все придумал. Пожалуйста, прикуриватель есть. Как это включается, Елисеич? Должен где-то включатель. Вот он тут все сделал. Замкнул, перемкнул. Супер, работает. И второй вот здесь, пожалуйста, наш лагерь освещается. Класс. Ребята, если слышите звук, вот дополни его вот таким видом. Месяц. Необычно, да? У нас такого не увидишь, перевернутую луну. Я не думаю, что оно так же сейчас. Но надо сделать так же. Я вот так же снял, я на такая... В общем, дубль два. Это вторая бутылка. Это нормально будет. Она луна. Она так и не была. Боже. Оп. Все. Почти попал. Не езжай. Это надо рассказывать. Это добро. Короче говоря, ну, типа такого большого мангала... Это верблюжатина, да? Да. На нем такой, типа, как лист железа. На нем высыпают мелкую щебенку. Реально щебенка. Не моет ничего. Прям вот щебень мелкий. И вот этот вот щебень, он разогревается за счет снизу углей. Через металл он, жар, придается камням. И сверху, вот как стейками, такими тонкими, жарят верблюжатину. И такие камни, они такие жирные становятся. И вот, ну, такой, как становится, как барбекю такой вот из верблюжатина. И они везде там на каждом углу, по этому рецепту везде готовы. Вы пробовали? Конечно. На что похоже? На верблюжатину. Ну, то есть я, как бы, я не... Ну, не бежать. Не, ну, у него спец... Его не перепутаешь. Специалистский вкус. Специалистский. Специалистский. Замечательно, выкинули мусор, просто вот сразу контейнер, офигенно. Ну что, на заправку, погнали. Пока, чуваки, пока-пока. Заправляемся и двигаемся дальше. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok У нас непонятные иероглифы. 319 и 269. И мы взяли Crocs. Короче, это где-то тысяч на 11 мы взяли. Ну да. Вот вам и цены. Ребята, нахожусь в салоне Grand Seiko. И у меня сейчас две модели. Это High Beat 32 тысячи колебаний в секунду, ой, в минуту. И Spring Drive, которые работают пять дней. Просто невероятные часы. Ну вот вы видели уже Булгари. Но это совсем другая ситуация. Стоимость 700 тысяч рублей. And what's the price of Spring Drive? Так, Франк Миллер, как всегда, безумие натворил. По-моему, это ваши двои часы. Ребята, пока Оксана там очередное примеряет платье. Вот смотрите, я себе купил Crocs. В общем, 6 тысяч на наши деньги. Ну, в принципе-то цена нормальная за Crocs. Учитывая, что они стоят 3 500. 4 у нас в Питере. Ну, мы же с вами в Дубае. И вот такая новая модель появилась. С течением такая прям пенка, резиновая пенка. Во-первых, они мягкие, классно. Во-вторых, вот здесь такая прям вот сеточка. В общем, выглядит, конечно, не офигенно. Я понимаю, что на Сапе, вот в нашем предстоящем путешествии сейчас по Турецкому каньону, это идеальная обувь для Сапа, для этого путешествия. Вот. Я их взял. Там еще были такие вот классические Crocs. Ну, я не стал их брать, потому что они тоже там 4 тысячи. Но, короче говоря, в Турции их можно в Мигросе купить за 350 рублей. Короче, класс. Оксана себе тоже взяла вот такие интересные Crocs, да? Тоже такие мягенькие, офигенные. Я рекомендую посетить Дубай Молл, потому что можно найти прикольные вещи, посмотреть, попробовать. Примерочный шоппинг вообще офигенный здесь. Там часы, пожалуйста, за миллион двести спокойно ты можешь одеть на руку, попробовать и все. А где такое еще сделаешь, да? Ну вот. Короче, все классно. О, мы нашли свою машину. Супер. Ребята, продолжаем. Вообще нам надо в парк цветов попасть сейчас. По-моему, мы правильно сделали, что приехали вечером. Солнце не жарит. Искусственный свет добавляет такого эффекта. А мы едем морожено. Идем на встречу Саньку. Сейчас мы его увидим. Наконец-то! А нам сегодня повезло. Мы поставили машину прямо у входа к лифтам. Сегодня у нас вовремя все похоже будет. Еееееее. А мы сейчас с покупками. У нас вот есть тут. Короче, вещи покупаем, а там написано Made in Turkey. Ну, как я говорил вам. И я так полагаю, что мы приедем, когда в Турцию, поедем в Анталию. И мне прям нереально хочется сравнить, вот как работает система. Как вам такое? Подружка сегодня улетела в Москву и забыла в такси, в Тесле телефон с картой. Они позвонили в Uber. Нашли водителя. Водитель номер дал. Я ему написал. Он сейчас приехал. Индус. Для них очень важна карма и так далее. Я ему говорю. 150 дирхам will be ok. Он, сэр, деньги не проблема. Проблема время. Я таксист. Я говорю. You are the best man. Он, спасибо. Все. Кланяется. Для них карма это вообще. Мы это наблюдали неоднократно. Вот индусы просто офигенные люди. И вообще тут говорят, что с этим вообще все окей. Можно оставлять вещи и прецедентов не было. Правда, на пляже есть моменты. Но мы такого не испытывали на себе. Но говорят, что тоже все нормально. В общем, это одна из безопаснейших, короче говоря. И одно из безопаснейших мест. Так что вот пример. Идеально вообще. В общем, это все нормально. ну вот мы собираемся и я открываю этот ящик и смотрю что значение корана на английском языке вот эта вербовка вот это я понимаю сразу находишь читаешь и присоединяешься к одной из самых мощнейших религий мира я ничего против нее не имею даже наоборот они просто мега сильны очень сильная религия смотрите как паспортный контроль мы проходим перед нами стоит великая задача получить такс фри за колечко покажи колечко покажи такс фри вон так все расскажем покажем вот так мы оформили почти 6000 рублей получилось колечко и чтобы получить кэш нужно будет зайти в тревел из тревел из где это привык сейчас мы его найдем мы наверно сидим вместе не знаю генеально и все будущее будущее КОНЕЦ